Планета, которая находится первая от Солнца. Первая от Солнца. Питер. Юпитер? Да. Друзья, у нас целых два победителя вышло в этом выпуске. Вопросы были, вы сами слышали, очень нелегкие. Самый легенький вопрос, по-моему, сколько планет в Солнечной системе? Девять. Девять? Давай знакомиться, меня Саша зовут. Никита. Никит, пять вопросов по астрономии. Отвечаешь правильно, и бабусы ты получаешь от нас. Что было по астрономии? Не было такого предмета. Не было? Да, серьезно, не было такого предмета. Я сам не местный, я с дядей. Круто. У дядькова не преподаю, да, астрономии? У моей школы не было. Хорошо, первый вопрос. Как называется планета, которая находится первая от Солнца? Первая от Солнца? Питер. Юпитер? Да. Бро, ну это самый легкий. Смотри, ладно, подсказываю. Я не могу тупить. Подсказываю, подсказываю. Есть такая шоколадка? Марс. Да, еще есть первая. Да, я совсем тупой. В Беларуси есть такая шоколадка. Я не знаю. Так, ладно, хорошо. Второй вопрос. Какая самая красная планета в Солнечной системе? Марс. Марс, вот правильно. Третий вопрос. Третий вопрос, я забыл его. А, как называется небесное тело, которое состоит из хвоста и из ядра? Ядра. Подсказываю. Ночью сидишь там с девушкой такой, смотришь на небо. Пизда. Ну, почти. Давай еще что-то там. Зазны. Лет пять назад вот упала в России. Что упала? Ну вот же. Сеорит. Метеорит. Сеорит. Классно. Теперь говори Меркурий. Меркурий. Там и я потом, это самое. Так, а четвертый вопрос какой там? Как называется такое астрономическое явление, когда Луна находится между Солнцем и Землей? Эм, зад меня, Луна зад меня. Ну правильно. Только солнечная. Солнечная. Хорошо, последний вопрос. Смотри, самый легенький вопрос, вот по-моему, сколько планет в Солнечной системе? Девять. Девять? Да. Давай перечислим, если девять. Давай считай еще раз Земля. Земля, Марс, Юпитер, Меркурий, ну Луна, Венера. Шесть. Шесть? Шесть. Еще три надо сказать. В общем, бро, их восемь. Их восемь. Давай пятак. Ничего страшного. Все, мы...